Выставка высоких технологий в Дубае, новый шаг в создании независимого искусственного интеллекта, российский аэромобиль Flightr без крыльев и винтов, эксперименты Адама Сэвиджа и рождественские видео от робокомпаний. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Во всемирном торговом центре Дубая прошла GTEX Technology Week, собравшая под одной крышей ведущие технологические выставки в регионе. Включая GTEX Future Stars, мероприятие по стартапам в сфере высоких технологий, GSEC, конференцию и выставка по кибербезопасности, Future Blockchain Summit, платформу для технологий блокчейна, а также первую Marketingmania, новую платформу для маркетологов брендов. Хотя там почти не было настоящих роботов, мы решили познакомить вас с самыми интересными новинками выставки. Центральное место в главном зале выставочного центра занимала Hyundai Uber, воздушное такси, которое может двигаться со скоростью до 290 км в час. Пока это пилотируемая версия, способная перевозить до четырех пассажиров на высоте около 300 метров на расстояние до 100 километров. Модель вертикального взлета переходит на подъемную силу крыла в крейсерском режиме, а затем снова возвращается в вертикальный полет и идет на посадку. На стенде компании Etie Salad был представлен новейший концепт BMW Vision M Next. Гибридный автомобиль сможет разгоняться до 100 км в час за 3,5 секунды и работать как на электрическом, так и на бензиновом двигателе. Главное отличие концепта – это акустическая звуковая среда, как у традиционных спортивных автомобилей. И да, это не робот, но не смогли пройти мимо такого роскошного авто. Теперь ближе к нашей теме. Huawei представила автономный автомобиль для доставки последней мили. Два таких робоавто уже работают в городе, недалеко от торгового центра Dubai Mall. Одного заряда аккумулятора хватает на 6 часов, скорость менее 20 км в час, 4 датчика спереди и сзади авто помогают ему избегать столкновений. Экран на боковой стороне позволяет покупателям выбирать продукт и совершать бесконтактные платежи. На выставке засветился гуманоидный робот Ордан, представлявшийся посетителем межпланетным коммуникатором между Землей и Марсом. Робот не дотягивает даже до знаменитой Софии, но привлекает внимание синей кожей. Также на выставке Panasonic представил автономное кресло-коляску, обеспечивающую неограниченное передвижение своим владельцам и носимый экзоскелет для подъема тяжестей. А компания Microsoft представила искусственный интеллект для повышения плодородия почв в этом регионе. Не забывайте подписываться на канал, чтобы выходило еще больше интересных выпусков. Теперь к другим новостям. Дизайнер Анук Випрехт, показавшая в 2016 году Spider Dress, роботизированное платье, меняющее свою форму, весной представила новую работу. Это напечатанный на 3D-принтере наряд для социального дистанцирования Proximity. Модель создает физические препятствия, когда обнаруживает человека в непосредственной близости от владельца с помощью термодатчиков. Недавно дизайнер разработала новый концепт. Теперь это одежда, меняющая форму и цвет в зависимости от активности мозга ее носителя. Платье Панголин подключается к мозгу пользователя с помощью 1204 электроэнцефалографических датчиков и переводит мозговые волны в узоры. Думается, если через 100 лет наша одежда претерпит какие-то серьезные изменения, то, возможно, это будет нечто в стиле Анук Випрехт. Мы не могли не включить в выпуск новые эксперименты Адама Сэвиджа с роботом Spot. Не будем гадать, что пытался сделать Адам, но смотреть на это можно бесконечно. Компания DeepMind объявила о новом шаге искусственного интеллекта к самостоятельному изучению реального мира. Новая система учится играть в шахматы и го, не зная правил, по ходу первой же партии. MuZero предсказывает наиболее релевантные ходы на основе имеющихся на конкретный момент данных и с каждым ходом улучшает свои решения. При этом нейросеть моделирует только те аспекты, которые важны для принятия решения. Такое обучение подходит для любого искусственного интеллекта, сталкивающегося с неожиданными факторами внешнего мира. MuZero основана сразу на двух нейронных сетях, которые имитируют работу цепочек нейронов в мозге человека. Одна из них оценивает текущую позицию игрока на доске, а вторая использует результаты первой сети. Именно она выбирает, что делать дальше и ускоряет расчеты. Сейчас ученые думают о коммерческом применении модели. И нет, это не уничтожение мира, а ускорение интернет-трафика для различных типов контента. В России появилась еще одна частная компания, планирующая запускать в космос ракеты сверхлегкого класса. Стартап Success Rockets планирует доставлять малые спутники на орбиту Земли. Максимальная стоимость одного пуска составит менее 3 миллионов долларов, а стоимость доставки груза на орбиту будет не более 10 тысяч долларов за килограмм. Это позволит компании конкурировать на международном рынке, в частности с американским стартапом Rocket Lab. На сегодня о компании уже заключен договор на строительство частного космодрома в Дагестане. Его планируется возвести к 2025 году. Также компания планирует заниматься производством платформ для создания спутников различного назначения. Платформа Skibber Cup будет предназначена для создания спутников стандарта CubeSat, которые могут быть использованы для научных и образовательных целей. Китай запустил новейшую ракету-носитель CZ-8 с пятью спутниками на борту. Общая высота ракеты составляет более 50 метров, а ее максимальная стартовая масса равна 356 тоннам. Интересно, что среди спутников был один секретный XJY-7. Его запустили для испытания новых технологий. Подробности, как обычно, с новостями из Китая неизвестны. В будущем первая ступень новой ракеты с боковыми ускорителями в варианте Чанчжен-8Р должна стать многоразовой и научиться вертикально садиться на морскую платформу. Напомним, что недавно китайская миссия Чан-5 успешно доставила на Землю образцы лунного грунта. Это первая подобная миссия с 1976 года, когда материалы доставила советская Луна-24. Интересно, но обычно закрытый Китай заявил, что предоставят грунт для изучения исследователям из других стран. В сеть просочились слухи, что Apple готовится выпустить свой собственный беспилотник с революционной батареей. Легковой электромобиль с продвинутым автопилотом будет оснащен инновационным аккумулятором. Вероятно, это будут литий-железо-фосфатные моноячеечные батареи. Теоретически, такой подход позволит Apple увеличить емкость по отношению к массе батареи. Однако охлаждение и защита такой конструкции будут непростыми. В общем, поклонники Apple уверены в новом прорыве компании. А скептически настроенные эксперты сомневаются в возможности реализации этих планов в такой короткий срок и когда-либо вообще. Теоретически, робоавто должны получить широкое применение через пять лет. Еще одним проектом, вызывающим здоровый скептицизм экспертов, стал российский аэромобиль Flightr без крыльев и винтов. Это разработка стартапа Synex, базирующегося в Воронеже и финансируемого Евгением Терновым. Ставьте плюс в комментариях, если хотите увидеть его на нашем прямом эфире и задать все свои вопросы по поводу авто. Создатели Flightr утверждают, что разработали новую аэродинамическую схему, маневренную и безопасную для использования в городе. Компактное робоавто будет полностью автономным, занимать стандартное парковочное место и вмещать двух пассажиров с багажом. Дальность полета составит 150 километров на скорости где-то в 120 километров в час. Максимальная высота полторы тысячи метров. На главный вопрос, как оно летает? Компания пока не отвечает, сообщая лишь, что сейчас получает патенты на технологии и готовится к испытанию полноценного прототипа в мае следующего года. Неожиданно созданная в апреле компания Sber Automotive Technologies или Sber AutoTech стала конкурентом Яндекс и представила свой беспилотник, сообщает сайт беспилот.ком. Робокар на базе универсала Kia Seed Sporty Wagon 2020 уже тестируется на общих дорогах Москвы. Пока с водителем-испытателем за рулем. Беспилотники Sber AutoTech используют собственное ПО и бортовой компьютер, который подключен к картографическому сервису 2GIS. Официальной информации пока нет, но похоже, что на машинах установлены как минимум 4 лидара Velodyne, около 6 радаров и 4 камер. В ближайшее время компания планирует выпустить на дороге как минимум 10 беспилотников. Что думаете по этому поводу? Друзья, пора перейти к нашей подборке рождественских видео от робототехнических компаний со всего мира. Открывает ее ролик от Northern Robotics Laboratory, специализирующийся на мобильных и автономных системах, работающих в условиях Крайнего Севера. Исследовательский Центр информационных технологий FZI устроил довольно сложную рождественскую вечеринку для роботов. Некоммерческий научно-исследовательский институт ежегодно создает сложные сценарии для автономных роботов, наблюдать за которыми отдельное удовольствие. Помните статьи в интернете с подборками необычных елочек? Так вот, такой там точно не было. Dynamics System Lab показала елочку из дронов. Жаль, она не может существовать достаточно долго для праздника. Санта-Клаус в год 20-летнего юбилея пилотируемых миссий навестил экипаж МКС. Видео предоставило Североамериканское командование воздушно-космической обороны и Analytical Graphics Inc. Пишите ваши идеи для высокотехнологичной встречи Нового года в комментариях. Подписывайтесь на канал, с наступающими вас праздниками и хороших выходных!